Добро пожаловать в Андейл. Славное поселение, которое расположено на юге столичной пустоши. К сожалению, в поселении сохранилось только три дома и один сарай, зато здесь живут приветливые и немного странные люди. Хотя, что по меркам этого мира нынче является нормой? Ну да ладно, давайте же познакомимся с обитателями этого чудесного городка. Обычно свой день жители проводят внутри собственных домов, поэтому мы стоим перед домом семьи Смитов. Внутри постапокалиптическая обстановка, что неудивительно. Жителями дома являются Джек Смит, его жена Линда, а также их сыночек Джуниор. От главы семейства Джека мы узнаем, что Андейл — это лучший город Вирджинии и что он выигрывает этот титул каждый год. Достойно похвалы, хотя, учитывая, что Вирджинии и ее городов уже как 200 лет не существует. Кроме того, Джек Смит — истинный американец и патриот, который в недавних выборах губернатора голосовал за любимого кандидата от республиканцев, а не за какого-то там либерала. Чудно это, но разве можно видеть людей, что они всеми способами пытаются закрыться от ужасной правды? Женушка Джека — Линда — не столь многословна, но также считает, что они живут в лучшем городе Соединенных Штатов. Кроме того, они здесь не бедствуют, и у них полно еды. Эх, что же еще нужно для счастья? А вот и Джуниор Смит. Проводит день на улице, гуляет, а не сидит дома. Вот это правильно. Он также считает, что Андейл — это лучший город в мире. Кроме того, его отец является братом другого человека здесь живущего — мистера Уилсона. Они вместе работают в подвале или в сарае. Когда Джуниор вырастет, его тоже возьмут в семейное дело и поженят на Дженни, дочери Уилсона. Уверенность в будущем и стабильное сегодня — вот то, что нужно каждому человеку. А следующий на очереди — дом семьи Уилсонов, родственников семьи Смитов. Глава семейства Билл Уилсон также считает, что живет в замечательном городе и отмечает, что ассоциация домовладельцев абы кого не принимает. Правильная позиция, с которой я совершенно согласен. Жену Билла зовут Марта, и вы не поверите, она также считает Андейл лучшим городом из всех. В доме также проживает Дженни — дочь мистера и миссис Уилсон. Кроме того, в обоих домах из радио слушан голос президента Эдема — истинные патриоты живут именно здесь. Вы знаете, я очень долго брожу по пустоши и видел всякое, но еще никогда мне не приходилось бывать в таком замечательном городке. Я, знаете ли, всерьез подумываю бросить скитания по пустоши, полные ужасов и боли, где каждый день может стать последним и осесть в этом прекрасном, чудесном поселении. Но прежде чем принимать столь важное решение, нужно пообщаться с последним жителем — стариком Харрисоном. Интерьер хижины не отличается от предыдущих, а вот ее житель... Что ж, в семье не без урода, да? Славный старик утверждает, что жители этого столь чудесного городка — убийцы и каннибалы, а также советуют убираться отсюда поскорее. Ну как такое возможно? Разве могут такие хорошие люди, семейные люди, патриоты быть убийцами и каннибалами? Нет, старик Харрисон явно выжил из ума. И подтверждением тому является то, что, поговорив с жителями, мы узнаем, что старик очень изменился после смерти жены. Что же, это все объясняет. Тогда решено. К черту пустошь и ее опасности. Я оседаю здесь, несмотря ни на каких полуумных стариков. Ладно, хватит с вас этой чуши. Старик Харрис был прав. Андейл — это город убийцы каннибалов, которые занимаются этим так долго, что у поселения уже есть своя соответствующая репутация. Кроме того, жители этого славного городка занимаются кровосмешанием и еще черт знает чем. Не верите? Тогда прошу за мной в сарай, расположенный за домом Уилсонов. Что и требовалось доказать. А что б вас! Мало того, что они убивали людей для пропитания, так похоже, что еще и закрывали некоторых необыкаких постояльцев в клетках, пока те не превращались в скелетов. Но знаете, господа, сидящие на особой диете, у меня есть приправа специально для вас — патроны 12-го калибра. На выходе из сарая нас встречают местные, уже не столь дружелюбные. Если быть честным, то у вас есть несколько вариантов действий — понять, сбежать или убить. В первом вы говорите, что, мол, все норм, с кем не бывает, жить как-то надо и все такое прочее. Правда, вам понадобится высокий уровень красноречия. Ах да, чуть не забыл. После вас также угостят особым пирогом и будут угощать им каждый день. Во втором, если правильно подобрать слова, вы просто без последствий избегаете отсюда и все остается на своих местах. В третьем вы искриняете эту заразу на лице земли. Но в таком случае постаёт вопрос, а что же случится с детьми? И ответ есть. Старик Харрис с пониманием отнесётся к случившемуся и постарается вырастить детей правильно. В общем, добро пожаловать в Ван Дейл — поселение убийц, каннибалов и кровосмешателей. Поселение, которое уже давно должно было прекратить своё существование. Впрочем, выбор всё равно остаётся за вами. Спасибо за просмотр! Отдельную благодарность хотел бы выразить ЭВВС, Олегу Скутину, Экис 89, Алексею, Флай, Несс и всем остальным, кто поддерживает нас на Патреон и через Донейшн Алёртс. Их имена и ники вы видите перед собой. Также не забывайте про Твич и группу ВК. А на этом всё. С вами был Гуднейчурд, чаю вам печенюшек и услышимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok